Сегодня в Доме правительства подвели предварительные итоги основного этапа итоговой аттестации. В Республике единый государственный экзамен в этом году сдавали более 6 тысяч человек. Немало выпускников получили высшие баллы по физике, химии, биологии и информатике. Пока о ней известно немного. Сейчас Ольга Васильева находится в Москве, подает документы в УЗы. В ее портфолио красный аттестат, золотая медаль и 300 баллов по итогам ЕГЭ. В этом году таких результатов добились только 30 выпускников по всей стране. Количество стобальных работ по Республике выросло. 64 выпускника школ Республики и один выпускник прошлого года получили на ЕГЭ 100 баллов. То есть всего 71 стобальный результат. Из них 4 человека получили 100 баллов сразу по двум предметам. В 2018 году число выпускников, получивших 100 баллов, составляло 43 человека. Как и в предыдущие годы, наиболее востребованными предметами по выбору среди выпускников 11 классов стали это общество знания, физика, биология и химия. То есть результат становится лучше. Но тем не менее есть над чем поработать нашим образовательным учреждением в новом учебном году для того, чтобы эти результаты еще улучшить. Михаил Игнатьев отметил, что в регионе успешно реализуется программа развития математического образования. Это отразилось и на высоких результатах экзаменов. То, что мы уделяем полосочной части бюджета, огромные инвестиции, человеческий капитал, это тоже не результаты. Кто-то будет ученым, кто-то, соответственно, хорошим мастером профессионалом своего дела, а кто-то для самореализации уже подготовил для себя площадку по сути дела. Кто-то будет получать среднее профессиональное образование, кто-то высшее профессиональное образование. И работодатели выстроятся практически в очередь за ними, чтобы через разные разработки в этой конкурентной среде улучшать свои финансовые показатели, экономические показатели. Глава региона сделал упоры на предстоящих нововведениях. С 2022 года ЕГЭ по иностранным языкам станет обязательным. Для ребят, которым до экзаменов еще далеко, началась вторая смена в летних лагерях. На сегодняшний день в загородных лагерях по вторую смену заехало 4722 ребенка. Заполняется составляло 99%. Первую смену составляло 97%. То есть, к сожалению, все родители, которые заявляют в электронной очереди на путевки, они до конца эти путевки, к сожалению, не реализуют. В этом году у нас планет 16 профильных смен. Такие интересные профильные смены были проведены, как юнармия, афлета, смена российского движения школьников. Глава региона отметил, что на первый план выходит безопасность отдыха. Ребята должны быть защищены от инфекционных заболеваний и чрезвычайных ситуаций. Все лагеря оборудованы системами видеонаблюдения. Продукты, поступающие в пищеблоке, проходят тотальную проверку. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова